Сегодня исполнилось бы 80 лет Владимиру Высоцкому, музыканту, актёру, автору сотен песен и стихов. В Советском Союзе у него не было полноценного признания на официальном уровне. Высоцкого трудно было представить на каком-нибудь голубом огоньке. Зато почти в каждом доме ленты с его песнями затирали на катушечных магнитофонах буквально до дыр. Причём Высоцкого с одинаковым удовольствием слушали и диссиденты, и простые работяги, и даже комсомольские активисты. Потому что в его песнях всё было по-настоящему. И жажда свободы, и неконъюнктурный патриотизм. О действительно народном артисте наш коллега Дмитрий Новиков. Уникальные кадры кинохроники Владимир Высоцкий в Будапеште. Неординарный, лихой и бросающий вызов. Ему 37, и любое море по колено. Он уже обожаем миллионами у себя на родине. И это обожание пересекло границы Советского Союза. И если вы в своей квартире лягте на пол три-четыре, Выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к навесине, В долг глубокий до изне мошения. Очень вырос в целом мире грипп, вирус три-четыре. Ширится, растёт, заболевание. Если хилый сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб применяйте люди, оп, тирания. Это про него. Он не жалел себя всегда и всюду. Он гнал, как конь, которому плевать, что будет завтра, через час или минуту. И продолжал бежать. И если Пушкин-Белинский называл энциклопедией русской жизни, То Высоцкий стал энциклопедией советского человека. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В СССР эпоха застоя, политическая тишь да гладь. С телекранов и в газетах ложь и полуправда. Вера в коммунизм иссякла, а из окон почти каждого дома с бобинных ленточных магнитофонов звучат песни Высоцкого. На его концерты не попасть. На каждом квартирнике Высоцкого записывают на диктофон. И его песни расходятся тысячными тиражами. Люди верят Высоцкому и верят героям его баллад. Будь то моряк или тракторист, зэк или лётчик-истребителя. Высоцкого все считали своим. В этом, возможно, и есть его главная уникальность. Главный гений. Он от первого лица описал все главные характеры и все главные срезы советской жизни, советского уклада. И ведь то общество не было простым. В нём было много слоёв, противоречивых течений и очень непохожих судьб. А Высоцкий был один на всех и один за всех. Именно поэтому таким глупым звучит вопрос французского журналиста. Кто же пишет ему песни? Я не очень хорошо говорю по-русски, но нисколько вопросов можно, да? Да, пожалуйста. Кто пишет ваши песни? Я сам пишу песни. Сам Высоцкий редко давал интервью, ещё реже отвечал на вопрос, о чём его стихи и песни. Но французскому телевидению в 1975-м всё же удалось его разговаривать. И о чём? Ну, они совсем разные, вы знаете. Это, не знаю, про жизнь, хотя в разных жанрах, иногда сказки, иногда бурлески, шутки, иногда такие просто, ну, что ли, намаршевые ритмы, такие выкрики. Ну, это про всякие, ну, про наши дела, про нашу жизнь. И про мысли свои, что ли, про что я думаю. Таким настоящим он был и в кино. Играл ли белого офицера, Глеба Жеглова или Гамлета. Быть! Или не быть! Вот в чём вопрос! Достойно терпеть безропотный позор судьбы! Или нужно оказать сопротивление! Восстать, вооружиться! Победить или погибнуть, умереть, уснуть! Высоцкий, хотя и не спешил встраиваться в принятые каноны патриотизма, был любим и наверху. И вызвали на концерты для элиты, которая, что скрывать, тоже тосковала по правде. В реальной жизни Высоцкий не был лирическим героем. Жил на всю катушку, много пил, и Марина Влади, по её словам, не раз буквально вытаскивала его с того света. Он был не ангел, он был человек. Со всеми недостатками, жуткими. И прекрасными качествами. С ним было очень легко жить, когда он был в прекрасном состоянии. Это было довольно часто. А иногда он был в другом состоянии. От народной любви тогда до народной любви теперь. Группы, чаты и форумы почитателей его таланта в интернете. Высоцкому продолжают посвящать стихи, а его песни поют даже те, кто родился спустя десятилетия после смерти Высоцкого. Гитара опять не хочет молчать. Поёт ночами лунными, как в юность мою, своими семью. Сребряными струбами. Анатолий Лепчанский, житель посёлка Бачаевка в Саратовской области, представитель того самого сегодняшнего поколения, кого тексты Высоцкого не отпускают. Когда понял, что моё, это когда только научился первую песню играть. Я сразу понял, что это моё. Гарри, но у тебя наверняка же есть одна самая-самая любимая песня Высоцкого. Ну, наверное, это про як-истребитель. Знаешь, вот это я як-истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель. Григорий, спасибо, у тебя есть много других талантов, а я лучше послушаю оригинал. Ну да, я знаю, что слух у меня такой, что когда поют, птицы падают замертво. Ну не так уж страшно, ладно. На этом у нас пока.